Александр Георгиев родился в Новгородской области. Он начал заниматься шашками в Ленинградском дворце пионеров. Спортивная карьера развивалась стремительно. Уже в четвертом классе он стал кандидатом в мастера спорта, а в 15 лет мастером спорта. С нашим городом Александр связывают семейные узы. Здесь родилась его мама. Каждое лето я сюда приезжал, иногда зимой приезжал. Я не был, наверное, лет 20 уже здесь, а может, мне больше 20 лет. И центр я узнаю. Чемпион пообщался с воспитанниками объединения шашки Дворца детского творчества. Он рассказал о становлении своей спортивной карьеры и об участии в различных соревнованиях. Еще будучи юниором, Александр выиграл огромное количество турниров. Сначала он увлекся русскими шашками, но потом тренер уговорил его перейти на стоклеточные. Диапазон вопросов ребят был самый разный, но в центре внимания оставались шашки. Ребята узнали и о первых шагах будущего гроссмейстера, и о том, что главные конкуренты наших шашистов на международной арене – спортсмены из Нидерландов. По окончании беседы чемпион получил подарки от Саровского ядерного центра. На этом вечером юные шашисты собрались не только для общения с прославленным чемпионом. Был проведен сеанс одновременной игры. Несколько лет назад Александр обновил мировой рекорд по одновременной игре в шашки. Тогда он сыграл на 45 досках. В игре против саровских шашистов задача была чуть попроще – предстояло сыграть на 24 досках. Некоторые воспитанники саровской секции шашек готовились к важному поединку с прославленным чемпионом месяцами. Здесь со всеми тяжело играть. Я вижу, что уровень всех очень высокий. И в сеансе тяжело. Поэтому я думаю, что я сейчас проиграю пару партий. Но буду все-таки пытаться защититься. После игры чемпион сделал совместное фото с ребятами. Ответил на актуальные вопросы о прошедшей игре, а также дал несколько спортивных советов подрастающему поколению. Желательно быть универсальным игроком. Но постепенно изучать, как и в других видах деятельности, от простого к сложному. То есть смотреть свой уровень. И вот если, например, какая-то книжка заинтересовала, можно эту книжку почитать. Вот если дети заинтересованы, с ними всегда интересно заниматься. И, конечно, я вижу здесь заинтересованность. Это, наверное, самое главное. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей. СРОВ24.